Добрый день, дорогие друзья! Это канал поделки-самоделки и я Татьяна. И сегодня мы с вами сделаем очаровательную, прелестную корзинку из пустых бобин, мешковины и джута. Я склеиваю две бобины от скотча, нарезаю бумажное полотенце полосками и начинаю их приклеивать с помощью клея ПВА. В принципе, это может быть любой клей, который клеит бумагу. Обратите внимание, что я полоски наклеиваю изнутри, только изнутри. Снаружи у нас останется только небольшой хвостик. Вот лишнее я обрезаю и теперь подклеиваю край снаружи. С одной и с другой стороны. Вот что у меня получилось. Вот такая втулочка. Теперь беру картон. В данном случае у меня тонкий картон. Это коробка от пиццы. Также наношу сюда клей. Беру бумажное полотенце, квадратик и приклеиваю. Не дожидаясь, пока высохнет, я крашу белой акриловой краской и картон, и втулку изнутри. То есть это были бобины, получилась втулка. Посмотрите, я покрасила. Теперь я наношу горячий клей на низ моей втулочки и приклеиваю к картону. Лишнее обрезаем и мы получаем некий такой бочоночек замечательный. Откладываем его в сторону. Это отбеленная мешковина и слегка она накрахмаленная. Теперь я беру клей Таки Глю. Вы его только что видели на экране. И рисую лепесток. Корзинка у меня будет украшена лепестками. Беру теперь обыкновенный джук. Слегка я смазала его клеем, чтобы он был послушным. И делаю очертания лепестка. Теперь я беру отбеленный джут. Посмотрите, как я смачиваю клеем джут. Вот сворачиваю в несколько слоев. Беру обыкновенный клей прозрачный, школьный. Хорошенько промачиваю. Это зеленая бумага для обворачивания цветов. Снова беру тот же самый клей, которым я пользуюсь, делая изделие из джута. И рисую этим клеем листочек на зеленом материале. Извините, я в прошлый раз оговорилась, что это бумага. Это не бумага, это материал для оборачивания цветов. Красивые такие букеты цветники делают. Сделала я такой листочек двухсторонний. С одной стороны обрезала, с другой стороны края у меня острые. Лишнюю зелень обрезала. И получился у меня аккуратный листочек. Таких листочков я сделала несколько. Я просто даже не считала. Вырезаем лепесточек, которые я сделала уже. Я их сделала разного размера. Два с половиной это три сантиметра. Три на три с половиной. Все в сантиметрах. И три с половиной на четыре. Сколько, как говорится, возьмет по объему. Тоже количество не посчитала. Извините. И теперь я наклеиваю сначала самые маленькие лепесточки с помощью горячего клея. Вот я их наклеила и пока больше не трогаю. Чуть попозже я их разверну. Второй ряд клеим здесь же на этой же высоте. Лепесточки чуть побольше размером. И здесь же на этой высоте клеим последний ряд. Самые большие лепесточки. После того, как лепесточки все наклеены, нужно приклеить сюда листики. В принципе, это по желанию. Можете это делать, а можете и не делать. Листочки можно сделать такие. Можно взять готовые, искусственные. Тоже получится очень ярко и красиво. Вот наклеили все. И сейчас я придам форму своей корзинке. Для начала я приклеиваю дно к мешковине. Мешковина натурального цвета. Я примерно нарисовала себе центр. Отметила 8 сантиметров с помощью линейки по всей окружности. Старайтесь, чтобы линейка как можно плотнее, ровнее лежала к самой корзинке. Теперь замыкаем круг. Делаем все это с помощью карандаша. Можно с помощью ручки. Теперь берем нитки любого цвета. Я взяла специально черного, чтобы вам было видно. Двойная нитка, чтобы она обязательно была крепкая. И вот таким стежком туда-сюда я обозначила свой круг. И вырезала, оставив пару сантиметров. Теперь добавляю вату из старой подушки. Была у меня одна подушка, которую я разобрала. И теперь использую только для рукоделия. Все собрали. Теперь подтягиваем ниточки. Постарайтесь, чтобы вата вся была внутри. Для этого ее просто поправить руками можно. И теперь приклеить края с помощью горячего клея. Приклеиваем мешковину прямо к верхней части втулки возле лепестков. Теперь я беру бусины. Они уже покрашенные. Такие красивые. Даже лаком покрыты. И нанизываю их на джут натурального цвета. Делаю вот такую красивую цепочку. Этой цепочкой я украшу свою корзинку. Завяжу вокруг горлышка. Вот она у меня, корзинка стала пузатенькая, симпатичная. Очень приятная по ощущению. Мягенькая такая. И не скажешь, что там лежит вата. В принципе, наполнением может быть любым. Даже газеты. Сплела косичку из отбелиного джута, из девяти нитей. Добавила по краям еще по ниточке натурального джута. И сделала вот такую рукояточку. Хорошенько проклеила, чтобы ручка была крепкая, стояла. Но она больше всего декоративная получится. Немного еще украшения сюда. И вот моя корзиночка готова. Теперь нужно заняться лепестками, когда все приклеено. Отжимаем просто листочки, третий ряд, потом второй ряд. И, наконец, первый ряд. И получится у нас корзиночка, цветочек такой. Содержимое корзинки может быть любым по вашему усмотрению. Конфеты, орешки или еще что-нибудь. Понравилась моя корзинка? Не забудьте поставить лайк. И приходите за новыми идеями на канал Поделки Самоделки. Я желаю вам крепкого здоровья, хорошего настроения и пока-пока!